Итак, мы начинаем нашу следующую часть мануального массажа и продолжаем нашу работу теперь с руками. Накрыли пациента все эти места, которые уже обработали, чтобы они не оставали. Освободили только ту часть руки, в данном случае, которую мы будем работать. Начнем, пожалуй, непосредственно с плеча. Для этого достаточно небольшой капельки масла. На всю плечу размазываем, растираем. Ну, в общем, приема тут ничего-то есть, но нету. Такие же, как и на любой другой части тела. Сначала растирание, потом глубокое растирание, потом разминание. Разные его приемы можете использовать, все, которые мы уже обговаривали раньше. Ну, тут немножко уникальность будет в самом вот этом плечевых вот этих мышцах, да. Дело в том, что они явно делятся на три пучка. Вот передний пучок, средний пучок и задний пучок, да. Поэтому мы их отдельно прорабатываем. Каждый пучок. Ну, в целом старайтесь все движения вести от периферии к центру, в данном случае, да. Мы все-таки кровь и днем в уголенную сторону нашего сердца, ну, в центре организма. Развернули руку. Ну, вот то же самое, чтобы удобнее открыть на прям плечо. Удобнее даже руку вот отсюда начать делать, да. Вот у вас плечо открыто. Лапы леопарда вот так вот прожали. Следует, покрутили суставы. Можно взять целиком руку и как бы вкручивать ее в плечо. И выкручивать в плечо, и надку выкручивали. Далее переходим к локотку, да. И чтобы не сгибаться, или вот у вас есть стол, у которого такие ушки есть, да. Выдвигаем ушки и кладем на него руку. А если ушек нету, да, можем сделать так, чтобы вложить руку на свою руку, да. Вот. Таким образом мы еще и расслабляем часть своего корпуса. Прорабатываем любовно локоток, каждую косточку, каждый сустав щекоты ищем двумя пальцами, одним пальцем. Вот отжимаем локти, густки. Бапы леопарда опять можно, да, всей вверх проходим, все, то есть вот мышцы. Прорабатываем. Если вы устали совсем, да, или вам неудобно наклоняться слишком низко, да, можете сесть на стол, не стесняйтесь. Я вам даже немножко подкатившись на пациента. Зато у вас рука очень удобна, реглона ваших коленах, она находится на против вашего энергетического центра, и вы начинаете обрабатывать ее здесь. Трапецию уж точно нужно, вот здесь и локоток тоже. Далее, в завершении работы непосредственно с плечом, да, мы сделаем вот такой захват. Раз, и кисть на пациента поворачиваем, да. Это был бы болевой прием, если бы мы это довели вот сюда, или это достаточно вертикально вниз. Заметьте, я стараюсь локоть его выпрямить, чтобы рука не сгибалась, да. Для этого я упираюсь бедром или животом в локоток. А здесь вот есть три точки, такие, которые мы сейчас будем прожимать, они находятся между нашими суставами пальцев. Вот одна точка, вторая точка, третья точка, да. Вот прямо вот где вы впадены. Не на косточках, да, не на перепонках вот этих, а ниже, ниже вот где вот заканчиваются пальчики. Эти точки достаточно такие болезненные, вы можете на себе их прощупать и почувствовать, попали или не попали в них. Итак, подняли руку, выпрямили ее, да, надавили так немножко на плечо, таким образом растягиваются мышцы плечевые, да, и здесь в технике шакцу массируем эту точку, а здесь обрабатываем верхний пучок мышц. Дошли до средней точки, обрабатываем средний пучок мышц. Дошли до точки, которая только за хромпальцем идет, обрабатываем передний пучок мышц. Вот, растираем, растираем их. Закончили, положили руку на стол. Но, пациент у вас может напрячь, что, да, вы ему помогите. Согните чуть-чуть руку, своей рукой, да, может, он где-то совсем напряженный трамп, просто снесите его. Дайте, конечно, надо расслабиться. Все-таки расслабили руку, да, или уложили ее. Теперь смазываем с этой стороны буквально достаточно одной капельки, чтобы на весь объем нашей руки. Вот. Продолжаем теми же растирающими движениями. Снизу вверх, снизу вверх. Так же, как и в работе с ногой, мы делим визуальную руку на, вот, такой перцикальной линии вдоль всей руки, на внутреннюю ее часть и наружную. Внутреннюю и наружную, да. И, соответственно, будем по 11 это прорабатывать. Сначала внутреннюю часть массируем. Если рука сползает, да, то чуть-чуть подставляется колено, чтобы удерживать локоток. Дошли до мышцы бицепса. Мышцы бицепса также промяли, растянули их, провибрировали снизу вверх. Продавили вот так вот. Отделяя трицепсы от бицепса, да, как бы мы хотим их разделить так вот, да, снизу вверх. Также мы идем к наружной части. Сразу, тут мы не будем руку делить достаточно мелкие части, чтобы сначала эту часть, потом эту, потом кисть. Поэтому мы полностью всю руку обрабатываем. Вот такими растягивающими движениями мышцы расцянули. Прямо вокруг локтя можно это целиком делать. Сильно все сделать, да. Поработали ее вот так вот всю. И, как видите, наше движение заканчивается либо в подмышечной области, либо мы доводим дальше, и туда до ключицы доводим их. Вершаем там. Далее переходим на работу с кистью, да, поэтому предлагаю вам подойти немножко поближе. Вот, чтобы было вина все в этот страны. Значит, вот смотрим, ищем вот эти сгибатели. мышцы пальчиков тут очень прикольные получается, когда мы видим, что они сгибаются, да. Рефлекс только передается в руки. Вот тут они сгибатели находятся, и вот тут тоже есть разгибатель. Вот разгибатели, эти пальчики выпрямляются. С этой стороны они сгибаются. Видите, как у локсу-стур, или как у робота, вот, например, да, работает наша система. Дошли до запястья, и активно массируем запястье вот такими движениями, или я объединяю движения с кулачком, массирую середину сгибов вот этого, ладони, да. То есть я кулаком работаю вот так, и одновременно вторую руку пальцем вот так. Вот так движение, и вот так движение. Получить сделать движение ферпендикулярное друг к другу. Также можно вот дальше размять это запястье и вот эти вот мышцы, где две пальчики наши, да, вот эти. Превратив лапу леопарда в глиную лапку, так называемую. Вот, оставляем большой палец вот сюда, а эти пальчики удобно укладываются в промежутке на перепонке между всеми пальцами нашего клиента, да. То есть тут мы отжимаем их вот туда, а при этом большим пальцем в противоположную сторону. Такое-то временное движение идет, видите. И большой палец вот тут мизинцем, и этот палец, и этот вы просто показываем места, куда мы давим. Да, еще раз смотрите, чтобы вы запомнили это движение, этот прием, алиогалов и выдвина уникальный. Далее кулачками разжимаем мышцы ладони, то есть в стороны как будто их отводим, да, вот так вот. Разворачиваемся в ту сторону корпусом тела, переходим сюда. Начинаем работу с пальчиками. Вытягивали их, потрясли, заодно и мы их дополнительно смазываем маслом, да. Потом зажимаем их вот между вот этими косточками, да, и получается такое достаточно сильное движение. Мы достаточно сильно пальцами, костяшками давим на пальцы нашего пациента. Стараемся это обработать в двух поверхностях. Вот с этой стороны, да, и вот с этой пепендикулярной. С этой, и пепендикулярной, да. Все пальцы так быстренько раз, 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 раз обработали. Одновременно, обоими руками. Чего теряться, зачем считать пальцы. Их всего-то тут немного пять, да, вот так обработали, промассировали. И вот такое секретное движение, когда мы такую плетенку из пальцев пациента из своих пальцев делаем. Видите? Его пальцы попали, все закрыты, они все находятся с той стороны и наши тоже со стороны. Выгибаем ладонь на себя, да, вот как бы напрягаем ее. И у нас открываются, расстегиваются вот эти вот мышцы, которые мы начинаем уже более подробно. Можно большую пальцу захватить. Более подробно вот так вот мы их прорабатываем. Выше, выше, выше. По центру ладони. Опять же, тут все акупунктурные точки можно пройтись. Тут по центру находится толстый кишечник. Он вот так буквой П идет. Разводим большие мышцы мизинца и большого пальца. Или как там у них? Называется бугор Венерой. Бугор Марса, что ли? И далее, смотрите, на скручивание, да? Работаем на скручивание. Ладонь, и в данном случае, параллельно с предплечьем. Развяжную в эту сторону, в эту сторону, до предела, да? Теперь ладонь немножко под углом, под 45 градусов. И вот в эту сторону вот такое движение идет. И в ту сторону. Вот такое движение идет, да? И опять же, в ту сторону прожимаем вот эти вот точечки между пальцами, ну, по которой я показывал. Вот тут, вот тут, вот тут. Далее, вставляем свои пальцы сюда, да? И нажимаем на перепонки. Тут именно на перепонки нажимаем. Показываю, куда? Не сюда, за косточками, да? А вот сюда. На перепонки. И как бы вот так немножко их в обратную сторону поддергиваем. Рука должна быть при этом у пациента полностью расслаблена. Вот так немножко поддергиваем. И как бы дополнительно их массируем. Дергивая из плотного замка, из плотного зажатия своих пальцев. Часто в этот момент уже бывает хруст, слышно, такой. Мануальный хруст. Ну, у нас же мануальный массаж, да? При этом тоже предлагаю делать одновременную работу. Не по очереди разделять, а одновременно. То есть второй рукой мы держим запястье уже с той стороны, с тыльной, да? И вот этими пальцами массируем запястье. То есть пока мы массируем вот тут пальцы, а второй рукой не останавливается массируем запястье. Вот так вот, видите? Так же прорабатываем скручивание всевозможное всей руки, да? Вот, и после этого уложили руку для левфодренажа. Надавили полностью всем телом, всем корпусом на ладонь. Как бы стараемся выдавить все жидкости оттуда, да? И дальше все эти жидкости направляем вверх достаточно медленно. Такое вот движение выжимающее выжимание, так и называется в лопаточную зону, да? Ну, подмышечная я имею в виду. В подключилищную зону, если снаружи идете, да? Можно давить как угодно. Вот так, это, 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 то, что мы называем чешками. Не бойтесь, вот можно достаточно сильно давить, только на сами узлы не фактически не давите. Можно вот так руку вести, да? Можно вот так вот ее сделать. То есть так же убирается для себя по мягкости, как вам удобнее. Можно прямо вот этими костяшками пальцев нажимаете ее и выводите вот сюда. Представляете, как они с рукой проработали, да? Опять же, как и везде, мы заканчиваем похлопыванием по внешней поверхности, по внутренней поверхности. Такое, знаете, похлопывание должно быть как бы перекидывать мышцы друг к другу. Дозвольте руку. Потряхиваниями. Вибрацией. Просто подложиваниями. Далее, вот очень приятно, когда вы вернете эту руку назад следующим образом. То есть весили, дали понять, что она свободно болтается, чтобы человек ее не напрягал. Это у них бывает напрягают, вот так ее прям держат, да? Помогли человеку расслабиться, расслабили еще больше, да? И вот тут смотрите, какой сделан захват. Этой рукой внешней держим под локоть человека, да? А второй рукой под плечо. В данном случае мы плечо качаем вот так, вот раскручиваем, да? А вот эту часть под плечи по кругу это одновременно движение, то есть такая вот получается восьмерочка у нас, да? Расслабляющая плечевую поясу руку человека. Далее можем под углом 40 градусов к нему немножко так вот вытянуть, проработать на скручивание вот эти вот суставы. Меняем руки, да? Как вам удобнее. Так захватили, так растянули, сжали, растянули, сжали, растянули, сжали. Вот некоторые фенды прям любят это упражнение, говорят, прямо хорошо мышцы расслабляются от этого скручивания. И положили на место руку там, где взяли. Соответственно накрываем ее и переходим на другую сторону пациента.